Друзья, всем привет! Сегодня очень важная тема, потому что многие из нас буквально заражены программой обесценивания себя. Ценность себя у нас закладывается в детстве. И если в психике не было заложено, что все, что вы делаете, это ценно и важно, то там образуется пустота. И когда вы вырастаете, вы пытаетесь закрыть эту пустоту тем, что начинаете искать подтверждение своей значимости вовне. И если девушка не ценит себя, она часто встречает мужчин, которые относятся к ней несерьезно, обесценивают ее. Запомните, что внутри, то и снаружи. И если вам не нравятся отношения со стороны окружающих, важно задуматься, не отношусь ли я так же и сам к себе. Это правило работает не только в личных отношениях, но и в профессиональной сфере. Если вы чувствуете, что, например, вас не ценят руководство, не замечают клиенты, не повышают зарплату, то задайте себе вопрос, действительно ли я ценю свои навыки и знания. И если вы не цените себя, вы невербально несете себя так, как будто бы вы неважны, неценны. И люди это считывают и не считают нужным тратить свое внимание и время на вас, вкладываться в вас. Так что давайте изменим сегодня одну эту маленькую, но очень важную деталь вашей психики, и вы увидите, как магическим образом начнет меняться все в вашей жизни в лучшую сторону. И первое, с чего я предлагаю начать, это провести чукап своего физического состояния. Потому что очень часто следствием негативного отношения к себе являются разного рода дефициты в организме. Например, это может быть нехватка макро- и микроэлементов или элементарное отсутствие физической активности. В нашем мире, где мы постоянно погружены в гаджеты и перегружены информацией, наш мозг активно вырабатывает адреналин и норадреналин. Эти вещества, не находя выхода через физическую активность, трансформируются в тревогу и страх, порождая негативные мысли и ухудшая отношение к себе и окружающему миру. Таким образом, волнение, которое мы зачастую даже не осознаем, приводит к постоянной выработке кортизола, который отрицательно влияет на наш организм. Он может вызывать потерю контроля над эмоциями, избыточную реакцию на угрозы, влиять на память и разрушать дофамин. И чтобы гормоны счастья, которые и дарят нам позитивное отношение к миру, синтезировались в достаточном количестве, надо, конечно же, сбрасывать напряжение физически. То есть быть активным. Это или спорт, или фитнес, ну или как минимум по 10 тысяч шагов в день. Это база. Также для внутренней поддержки я рекомендую принимать магний. И обратите свое внимание на форму L-трионат, которую выпускает компания Evalar. На сегодня это моя любимая форма магния из премиальной линейки BAT от Evalar. Разработана она под чутким руководством квалифицированной группы нутрициологов по международным стандартам, что очень важно. L-трионат, что это вообще такое? В отличие от традиционных форм магния, она связана с L-трионовой кислотой, метаболитом витамина С. Эта связь улучшает способность магния проникать в мозг. Также важно отметить, что за счет процесса хилатирования магний L-трионат обладает достаточно высокой биодоступностью. Он способствует не только снижению нервного напряжения, но и нормализации когнитивных функций мозга. Это память и способность к обучению и коммуникационные связи между клетками. Это очень важно для поддержки умственных способностей. В отличие от традиционных форм магния L-трионат проходит сквозь гематоэнцефалический барьер, попадая напрямую в мозг. Именно туда, где он более всего необходим и помогает избавиться от мышечного напряжения, что помогает чувствовать себя гораздо лучше. Магний L-трионат не содержит химических красителей, ароматизаторов и диоксида титана. Одной упаковки 90 таблеток вам хватит на полный месячный курс. Что я замечаю после приема магния L-трионат? Помимо улучшения концентрации настроения, у меня есть физический бонус. Раньше на тренировках при работе с большими весами я могла чувствовать недомогание в области сердца. Обращалась к специалисту, тот говорил, что с сердцем все прекрасно, но я не могла понять в чем дело. И после начала приема магния, не поверите, сердце работает как швейцарские часы даже при интенсивных нагрузках. Магний L-трионат твой ключ к поддержанию здоровья мозга и в том числе когнитивных функций. Приобрести можно легко на маркетплейсах, а сканируя вот этот QR-код или перейдя по ссылке в описании, вы получите дополнительную скидку в размере 15% по этому промокоду. И также я хочу порекомендовать вам включить в рацион витамин В6, потому что из него наш организм синтезирует дофамин. Это очень важно для позитивного восприятия себя и мира. Следующее, что важно, это понять те моменты, которые, собственно, и удерживают вас в этой программе обесценивания себя. И, конечно же, потом искоренить все это навсегда из своей жизни. И первое из неочевидного – перестаньте обесценивать других. Я хочу, чтобы вы поняли, что человек, который обесценивает себя, будет стремиться к тому, чтобы обесценивать и других. Люди, которые не научились и просто не умеют адекватно оценивать свои способности, свои достижения, хвалить, в конце концов, себя и уважать себя, они будут стремиться к тому, чтобы привести к этому стандарту весь окружающий мир. Мы осуждаем в других то, что есть в нас самих, но что мы не принимаем, не видим ценности этого, да, и таким образом через других пытаемся откреститься от этого. Носителем чего мы сами являемся. А ведь в каждой теневой стороне есть большой бонус. Вспоминаем того же Халка. В каждом из нас живет тот самый Халк. Вот это та внутренняя агрессия, без которой, на самом деле, защита личных границ невозможна. Но лучше знать про свою вот эту инстинктивную часть, быть с ней в контакте и тогда иметь возможность ей управлять. И только управляя теневой стороной, через ее осознание и принятие мы делаем из нее не минус, а превращаем это в свою силу, в бонус. Но пока вы обесцениваете что-то, что есть в вас, вы обделяете сами себя. Второе. Прекращайте сравнивать себя с другими. Сравнение это ловушка, которая усиливает чувство неполноценности. Каждый человек уникален. У всех разные стартовые условия, опыт и, конечно же, способности. Поэтому сравнивайте себя только с собой в прошлом. И вот это позволит увидеть свой реальный прогресс и заметить изменения к лучшему. Для этого введите дневник достижений, куда будете записывать все свои успехи, даже самые маленькие. Это могут быть как профессиональные успехи, так и личные достижения. И, перечитывая их, вы сможете увидеть, что на самом деле вы делаете очень много всего хорошего и успешного. И это поможет вам укрепить уверенность в себе. До тех пор, пока вы сами не станете ценить себя, до тех пор, пока вы не научитесь себя хвалить и уважать за то, какая вы есть, за то, что вы делаете и как вы делаете, вам всегда будет чего-то недостаточно. Поэтому всегда стоит начинать с себя и своего собственного состояния. Если ты хочешь быть счастливой, если ты хочешь быть уверенной, если ты хочешь, чтобы в твою жизнь приходили такие же люди, то начинай с себя. И поверь мне, результаты не заставят себя долго ждать. Следующий признак того, что вы обесцениваете себя, это ваше неумение принимать комплименты. Например, вам говорят, что у вас очень красивое платье, а вы поспешно пытаетесь откреститься от этого, что там, не знаю, платье старое или что оно стоило 2 рубля, остановитесь. Когда вам делают комплименты, старайтесь не отмахиваться или обесценивать их. Примите их с благодарностью и позвольте себе почувствовать приятные эмоции от того, что вас оценивают положительно. Это поможет развить позитивное восприятие себя. Если девушка склонна к тому, чтобы обесценивать себя и сомневаться в своей привлекательности, то, конечно же, она любое доброе слово от мужчины будет сразу же воспринимать просто как манну небесную и соглашаться абсолютно на все, что он ей будет предлагать. Кстати, отсюда следующий признак, что вы не цените себя, если соглашаетесь на любые некачественные отношения. Например, это могут быть отношения с женатым мужчиной. Я считаю, что ни одна женщина не заслуживает того, чтобы встречаться с женатым. Потому что, встречаясь с женатым, вы ставите себя на второе, а то даже и на третье место. Если вдруг вы оказались в отношениях с женатым мужчиной по ошибке, например, мужчина вас обманул и не сказал вам об этом сразу, то, конечно же, вы имеете всегда выбор. Вы можете остаться, а можете выбрать себя, выбрать мужчину своей мечты, который будет вас любить, который будет вас ценить и носить вас на руках, для которой вы будете одной, единственной и неповторимой. И отказаться от отношений с женатым. Эта тема одна из самых частых тем в терапии. Я скажу так, что отношения с женатым это всегда про то, что вы сами не верите в то, что вы можете быть единственной и любимой. Вы сами выбираете себе второсортную позицию. И до тех пор, пока вы не начнете уважать себя и любить себя, и признавать тот факт, что вы достойны самого лучшего, вам будут попадаться недостойные мужчины. Ценищая себя девушка выбирает отношения, которые приносят ей радость, уважение и взаимную поддержку. Она не будет оставаться с человеком, который не уважает ее границы или ценности, даже если это означает быть одной. Когда девушка остается в отношениях, где ее не уважают, обижают, манипулируют ею или унижают ее достоинства, это явный знак обесценивания. Это может быть связано с тем, что она не верит, что заслуживает лучшего или просто боится одиночества. И я, например, искренне верю, что у каждой девушки, у каждой женщины на этой земле есть свой идеальный мужчина. И если вы его еще не встретили, то вы обязательно встретите его, если не будете задерживаться с неподходящими. А с неподходящими вы задерживаетесь, потому что не цените себя. И я прекрасно понимаю, что когда вам говорят, просто прими себя такой, какая ты есть, это не работает. Кто был в терапии, тот знает, что это на самом деле очень длительная и сложная работа. Именно для этого я создала свой курс по восстановлению самооценки и самоуважения. Там мы целых два месяца очень плотно работаем с вами над вашей самооценкой, над ценностью себя. После этого курса девочки выходят, действительно ощущая свою ценность для себя и видят, как окружающие меняют тоже свое отношение к ней, мужчины в том числе. Ладно, зарегистрироваться на курс вы можете в описании по ссылке, а мы идем дальше. И следующее, что говорит о том, что вы в плену программы самообесценивания, это отказ от своих желаний и эмоций. Когда девушка подавляет свои чувства и не выражает свои истинные эмоции, боясь осуждения или может быть быть отвергнутой, это также признак того, что она не ценит себя. Она не считает свои эмоции важными, поэтому избегает открытости в отношениях или скрывает свои переживания. Сильная внутренняя опора или поиск внешней поддержки. Ценящая себя девушка опирается на собственные силы и внутренние ресурсы. Она умеет находить решения и справляться с трудностями, доверяя себе и своим решениям. Девушка без самоценности ищет одобрение и поддержку извне. Она часто полагается на мнение и помощь других, не веря в свою способность справляться жизненными вызовами самостоятельно. Постоянное извинение. Если девушка постоянно извиняется, даже за вещи, в которых нет ее вины, это явный признак того, что она обесценивает себя. Это может проявляться в привычке постоянно говорить «извини за вообще любые мелочи», потому что она чувствует, что не имеет права занимать место в жизни других людей. Стремление угождать и страх говорить «нет». Это может быть желание избежать конфликта или получить одобрение. Однако в долгосрочной перспективе это лишает вас возможности жить свою собственную жизнь. Если вам сложно отказывать другим, это признак отсутствия границ. Вы ставите желание других выше своих собственных, и таким образом вы опять шепчете себе, что вы не важны. Тяжелое окружение. Если в вашем окружении находятся люди, с которыми вам не интересно, не весело, которые вас не вдохновляют, а наоборот, которые вас подавляют, которые пытаются воздействовать на вашу самооценку негативно, которые вас критикуют, которые насмехаются над вами, может быть, то спросите себя саму, а зачем вам вот эти вот люди в окружении? Спросите себя, почему вы позволяете по отношению к себе пассивную агрессию? Почему вы позволяете быть рядом с собой людям, которые вас не уважают, которые вас не ценят? Вполне возможно, что у вас тоже есть там какие-то свои вторичные выгоды, связанные с тем, что, например, может быть, вы любите злиться, и они вам дают такую возможность, либо вы любите обижаться. Подумайте об этом. Следующий критерий – это навязчивость. Это про людей, которых очень много. Это такие выскочки, которые тянут все внимание на себя. Это зависимые от внимания люди. И на самом деле это качество, которое связано с потребностью в одобрении. Когда человек настолько не уверен в себе и настолько имеет низкую самооценку, настолько вообще себя обесценивает, что единственное, в чем он нуждается на постоянной основе, это во внимании и одобрении окружающих. И как показывает практика, сколько бы ты не хвалил человека, который сам не умеет себя хвалить, этого будет всегда недостаточно. И часто такие люди используют любые способы, любые методы для того, чтобы привлечь внимание к себе, перетянуть вот это внимание на себя и всячески пытаются манипулировать окружающими. Это всякого рода эпатаж. Это говорливость, когда говорите только вы в компании и не даете другим высказаться. Это когда, ну, вас, короче, слишком много, как визуально, тактильно, так и эмоционально. Человек, который уверен в себе, он спокойно находится в балансе с собой, со своим внутренним миром, со своим внешним миром и никогда не станет искать любые возможные поводы для того, чтобы получить чье-то одобрение и внимание. Откладывание важных дел на потом или пренебрежение саморазвитием может означать, что человек не ценит свое время и ресурсы. Это проявляется в том, что он не видит смысла в усилиях ради собственного благополучия и лучшего будущего, словно его собственные цели и мечты не важны. И часто за ленью скрывается страх неудачи, а может быть даже и успеха. Просто человек хочет избежать действий, которые приведут его к изменениям в жизни, потому что изменения – это очень страшно. Это может говорить о том, что он не считает себя достойным успеха или боится разочарования, если что-то вдруг пойдет не так. И он, конечно же, не справится, потому что он не верит в то, что он может справиться. Он обесценивает свои ресурсы. Отсутствие целей и мечтаний. Если человек не ставит перед собой целей и не стремится к чему-то большему, это может говорить о том, что он не видит свою жизнь ценной или значимой. Без целей и стремлений сложно чувствовать себя значимым. А следовательно, можно просто плыть по течению, не прилагая усилий ради лучшего будущего. Лень или бездействие могут быть формой избегания ответственности. Человек может не осознавать, что таким образом он обесценивает свои способности принимать решения и влиять на свою жизнь. Это также может быть признаком того, что человек чувствует себя беспомощным или не контролирует свое будущее. Так что вы должны знать, что за оленью очень часто скрываются глубинные страхи, неуверенность и недостаток самооценки. И если вы хотите начать действовать ради своего успеха и благополучия, если вы, например, хотите найти подходящего и достойного мужчину для вас, приходите на мой курс по восстановлению самооценки. Приходите, если хотите научиться ценить себя и чтобы другие тоже вас ценили. Я вас жду. Ссылка на регистрацию на следующий поток курса в описании под видео. И я также жду вас на своих онлайн-консультациях, запись, телеграм-посылки, которые я всегда оставляю в описании и в закрепленном комментарии. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Буду ждать вас в комментариях. Задавайте там обязательно свои вопросы, описывайте свои какие-то проблемные ситуации. И, возможно, темой нашего следующего выпуска станет как раз-таки ваш вопрос. И жду от вас лайков, если это видео было вам полезным. И до новых встреч. Пока-пока.